Сложную ситуацию с погодой на севере Якутии, в частности Абыйском улусе, обсудили в столице. Напомним, в районе ввели режим ЧС из-за обильного снегопада и сильных метелей. В правительстве создана рабочая группа, которая в течение ноября ежедневно будет решать вопросы, возникающие в арктических улусах из-за неблагоприятных погодных условий. Как на местах справляются ситуации, что прогнозируют синоптики? Репортаж Виталия Абрамова. Сегодня на севере республики толщина снежного покрова начинается от метра. Месячный норматив осадков превышен в 2-3 раза. Такой подарок природы, естественно, в кавычках, радует только детвору. А вот инфраструктура населенных пунктов едва справляется с ситуацией. На борьбу со снегом брошены все силы коммунальщиков, также мобилизуется население. В некоторых на слегах отдаленных есть трудности по наполнению системы отопления водой, потому что из-за снега водовозки на слегах не могут ездить. Но в целом ситуация под контролем, заверяют власти. Все социально значимые объекты работают в штатном режиме. Нарушений теплоэнергосетей нет. Все котельные запущены, соответственно, дизельные электростанции, под нагрузку их. Соответственно, полностью 100% резервных источников питания у нас в сегодняшний день находятся в исправном состоянии. На территорию Устьянского района введен режим повышенной готовности. В связи с чем работа социально значимых объектов и объектов жизнеоспечения находится на особом контроле администрации района. А вот с животными ситуация иная. В частности, в Абыйском районе имеется более 2000 голов крупного рогатого скота и лошадей. Последние особенно страдают из-за сложившейся ситуации. Толстый слой снега и образовавшаяся ледяная корка не дает лошадям нормально кормиться. В некоторых районах Улуса уже начался падеж копытных. Тяжелая техника также не может пробиться в места сенозаготовок. Так что жителям приходится подвозить корма малыми объемами при помощи снегоходов. В Минсельхозе уже готовы применить авиацию для доставки комбикорм. Речь идет сначала обеспечении внутренних резервов. Значит, это внутреннее перераспределение и транспортировка. А сейчас, так как так, дорог нет и все замело, и сейчас непогода. Поэтому вопрос стоит перевозки то, что в Белой горе находится корма, да, воздеть воздушным транспортом. На местах и в правительстве организованы оперативные штабы. В нуждающиеся селы будет доставлено дополнительное топливо. Запасов продовольствия и миникаментов хватает. Также заявляется, что снегопад повлияет на открытие автозимников. Однозначно уже будет позднее открытие автозимников, потому что с учетом обильного снегопада, значит, ледостав на северных арктических реках на сегодняшний день очень плохой. Поэтому сегодня уже начинаем готовиться к автозимним перевозкам. Министерство транспорта информирует о том, что пока плановые сроки открытия автозимников, в основном это декабрь, январь, они будут выдерживаться. Министерство жилищно-коммунального хозяйства и Якутэнерго также докладывают о том, что наличие видов топлива на местах у них также имеется, то есть пока волнение не вызывает. Но, тем не менее, ситуацию сейчас будем мониторить и держать под контролем. Тем временем метеорологи сообщают, что такого обильного выпадения осадков не было уже три десятилетия. Но на неделе все должно устаканиться. Этот циклон, который сегодня находится над Индигиркой и Колымой, он как бы завершающий. Всей этой серии циклонов. Поэтому еще в ближайшие сутки там будет ненастно очень. Потом ветер начнет ослабевать, превратится в умеренный. Виталий Абрамов, Екатерина Соломова, Туяра Семенова и Евгений Слепцов. НВК Саха, Абыльский, Усьянский, Момский, Улусы, Якутск. Виталий Абрамов, Екатерина Соломова, Екатерина Соломова, Екатерина Соломова.